Начинается что? Дачный сезон. Абсолютно верно. Смотри, и нам на даче что нужно? Что? Ну, конечно, компьютер. Без интернет сейчас никуда и не сюда. Молодец, правильно. Но тебе не тяжело носить вот такой большой громоздкий ноутбук? Я тебе говорю, очень тяжело было его сюда везти вообще-то. Зачем я его привезла? Я хочу тебе сказать, что у меня сейчас в пиджаке спрятан такой же полноценный компьютер, протативный. Где? Покажи. Вот здесь, в кармане, смотри. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что вот этот планшетный компьютер ни в чем не уступает нашему ноутбуку? Я хочу сказать, что этот планшетный компьютер превосходит этот ноутбук. Гораздо лучше, гораздо мощнее и многофункциональнее, чем твой ноутбук. Да и потом он, на мой взгляд, симпатичный. Он симпатичный. Я хочу тебе сказать, что это лидер наших продаж. Я его узнала, как и многие наши телезрители. За один год нашей презентации было продано 11 327 планшетных компьютеров известного бренда BQ. Абсолютно верно. Кстати, BQ отечественный производитель. А значит, ни проблем, ни сложности с ним точно не возникнет. Слушай, ну, если у нас такая статистика, если так он всегда разлетался на нашем телеканале, думаю, сегодня произойдет то же самое. Потому что сегодня и только сегодня у нас ограниченная партия представлена. Вань, скажи, у нас цвета еще разные есть? Есть разные цвета. Оранжевый, салатовый и классический сдержанный черный. Мне нравятся все три, они оптимальны, на мой взгляд. Но, Оля, это далеко не все, что я тебе хотел рассказать. Ты думаешь, что этот небольшой прототивный планшетный компьютер может заменить только ноутбук? Да, ну, наверное. Как и что еще? Я тебе сейчас все покажу. Этот потрясающий планшетный компьютер легко сможет заменить нам телевизор. Хорошо, что ты меня не просил из дома телевизор еще захватить. Это не все. Радиоприемник. Так. Дальше обычный телефон. Так. Дальше это, конечно же, книга. Вот, пожалуйста, книжка. И еще навигатор. Все это может заменить вот этот планшетный компьютер, друзья. Когда мы с утра просыпаемся и собираемся на дачу, что для нас самое главное? Самое главное – погода. Правильно. Погода, потому что мы должны знать. Ехать, не ехать. Брать с собой зонт, не брать вообще. К чему готовиться. Так вот, друзья, здесь, на этом планшете, вообще все, что мы будем сегодня показывать, это все бесплатно. Это бесплатные приложения, которые может скачать каждый из вас. Итак, посмотрите, пожалуйста, сейчас сюда. Сюда. Здесь у нас установлено приложение погода. Любой город может быть здесь сейчас. Москва, поскольку мы находимся в Москве, может быть любой другой. Видите, да? Подробный прогноз погоды не на один день, не на два, а на несколько дней. Но у меня дача ассоциируется с шашлыками. Боже, вот этот запах я уже чувствую. Скажи, пожалуйста, как при помощи планшетного компьютера нам еще и шашлычок приобрести? Где его приготовить? Слушай, ну, наверное, начать надо с простого, это с мангала. Я предлагаю начать именно с него, потому что без мангала это сделать будет, ну, просто очень сложно. Невозможно, но сложно. Итак, давай найдем самый доступный по цене мангал. Как мы это будем делать? Есть бесплатное приложение, называется оно Едодил. Коль, смотри, прямо сейчас вот здесь в поисковой строке мы выбрали город Москва, а может быть абсолютно любой другой город. Итак, смотри, вот сюда мы набираем мангал. Нам надо набрать слово мангал, поскольку нас интересует именно это. Так, мангал. Мангал, да. Так, набрал, нажал, окей. Сейчас несколько секунд потребуется ему, чтобы обследовать абсолютно все магазины, какие есть у нас в городе, и найти самые доступные по цене мангалы. Вот как ты думаешь, сколько стоит мангал обычно? Ну, вот в моем ближайшем магазине 500 рублей стоит мангал, такой маленький сборный, переносной. Посмотри, пожалуйста, посмотри. Ну вот здесь, видишь, 145 рублей, 2800 рублей, но это мы еще не упорядочили, не упорядочили список, потому что смотри, мы сортируем по цене. А, то есть можно выбрать по цене. По цене, да, по близости, ну и прочее. И что мы сейчас получим? Так. Получаем сейчас, нажимаем окей. Смотри, за 29 есть специальная обмахивалка такая для рожига, а мангал 89 рублей. Самый доступный по цене мангал 89 рублей. Он, кстати, не один. И он не одноразовый. Мы получаем точный адрес, точный адрес этого магазина, и еще знаем, на каком расстоянии от нас он находится. Хорошо, ну до этого магазина нам надо как-то еще и добраться. Если мы поедем на машине, скажи, вот как определиться с маршрутом? Это надо будет карту, наверное, покупать, чтобы понять, где этот магазин находится. Ну, давай сейчас выберем за ту же цену какую-нибудь из них и проложим маршрут на навигатор, конечно же. Друзья, посмотрите, пожалуйста, сейчас мы посмотрим, что лента, да, у нас тут есть? Да, давай, давай. Ну, любой магазин. В принципе, цены везде и так. А за рулем нам, Оля, руки нельзя отрывать от руля. Лента. Итак, Яндекс. Это ты мне говоришь? Лента. Это я говорю навигатору, который без помощи рук может определить, что я ему задаю. Я могу задать маршрут, то есть назвать ему точный адрес. Могу назвать ему какое-то название магазина, какой-то организации, все, что угодно, друзья. Видите, лента, Москва. Москва. Можно сразу маршрут проложить. Это здорово, что можно прокладывать маршруты не руками, а голосом. Мне это нравится. Оль, но ведь нам надо позвонить в этот магазин и уточнить, есть ли еще по такой цене мангал. Не раскупили ли все за утро или за вчерашний день? Да, конечно. Итак, ну тут есть информация, есть номер телефона вот здесь, прямо на экране, в этом же приложении. И нам надо, казалось бы, взять в руки мобильный телефон и позвонить, позвонить по этому мобильному телефону, набрав вот этот номер. Но здесь все гораздо проще. Смотри, мы нажимаем вот сюда, на эту клавишу, на трубку. Нажимаем на трубку, и что получается? Ну подожди. Мы уже перешли в режим телефона, то есть мы отсюда можем даже позвонить, понимаешь? Мы просто берем и как с обычного мобильного телефона начинаем звонить. Вот видишь, уже звонок пошел. Слушай, подожди, а каким образом с планшетного компьютера воспроизводятся звонки? Я не очень понимаю. Очень просто. Там есть сим-карта, что ли? Да, здесь две сим-карты, они предназначены и для интернета, и для мобильных звонков. Вот здесь помещаются две сим-карты, здесь слот для карты памяти. Таким образом, у нас есть возможность поставить, например, сим-карту с очень недорогими звонками, а вторую сим-карту для доступного дешевого интернета. Итак, у нас на данный момент есть что? У нас есть телефон, нам он уже не нужен, нам не нужен отсюда навигатор, нам не нужен радиоприемник, потому что все новости мы можем узнать из нашего планшета. Таким образом, вот эти три вещи мы убираем. Ну, хочу тебе сказать, что моя мама ни за что не пойдет на дачу, если не посмотрит свой любимый сериал. И, как правило, папа начинает на нее ругаться. Опять мы с тобой поедем в пробки, оторвись уже от своего телевизора. Вот так это случается чаще всего. Здесь есть специальное бесплатное приложение, которое позволяет смотреть прямой телевизионный эфир. Это не забит. Вот они, каналы, да? Да, ну вот первый попавшийся, Россия 1. Тут их очень много, эти каналы. Открываем Россия 1. То есть мы можем телевизор неотрывно смотреть в любом месте. В дороге, в электричке, в поликлиниках. Еще одно важное приложение, которое я считаю незаменимым. Перед сном я обожаю читать. Это полезно, это расслабляет, успокаивает, ну и для мозгов тоже рекомендует. Ну, угу. Смотрите, здесь есть приложение. Я не могу вообще отлично книжки читать. Которое позволяет найти любые книги, читать их абсолютно бесплатно. Даже самые свежие, самые популярные книги, которые только-только появились в продаже, уже можно найти здесь и почитать их. Причем шрифт вы выбираете сами, не нужно щуриться. Очень тонкая. От толстых книг обычно руки-то устают. Вы посмотрите, толщина вот этой книги и вообще площадь этой книги. А у меня сразу тебе вопрос. Скажи, вот это одна книжка, а сколько здесь книжек вмещается? Здесь можно всю Ленинскую библиотеку поместить. То есть Ленинская библиотека, вот такой маленький вариант. Несколько десятков тысяч книг. Бесплатно? Беспразумимо. Прекрасно. Ну вот, посмотрите, друзья, даже обложка есть, даже иллюстрации есть. Вот здесь на экране яркий экран. Можем листать ее как просто обычную книгу. Вот крупный шрифт, пожалуйста, читайте. Ну что ж, это еще и книжка. Давайте еще раз подведем статистику. Мне просто интересно, Ванечка, все-таки этот планшет всегда пользуется популярностью на нашем телеканале. Более 11 тысяч планшетных компьютеров уже у наших любимых телезрителей. Очень хорошая скидка, ведь уже завтра этот планшет будет стоить 6 799 рублей.